Брестская заходняя выборчая округа номер один самая буйная в области по колькости выборчика у Яна Ахоплева и у всех же хоров Ленинского района Бреста. А это около 68 тысяч человек. На сегодняшний день окружная комиссия зарегистрировала 4 инициативных группы и выдала им удостоверения, которые могут им гарантировать сбор подписей избирателей. И на сегодняшний день уже 4 инициативные группы приступили к сбору подписей. Сейчас в комиссии еще 2 инициативные группы, которые мы будем изучать, рассматривать и регистрировать. На сегодняшний день ОМОН по Брестской области уже зарегистрировали 24 инициативные группы. Осяго подаде на 36 заяв. Регистрация протягнется до 12 вересня. Так само с 8 вересня уже приступили до получения кандидата у депутаты. Зробить это можно трьми способами. Самый простой способ это политическая партия. Политическая партия может выдвинуть в любой округ республики человека, даже если он не проживает в том или ином округе. Могут также выдвигать трудовые коллективы, где работает более 300 человек. Трудовые коллективы это такой способ выдвижения, он меньше используется в последние годы. Ну и самый популярный способ, то что мы сейчас имеем, это выдвижение путем сбора подписей. На сбор подписов удается один месяц. До 7 ГК страничника для получения кандидата у депутаты инициативные группы должны собрать не меньше за тысячу подписов по своей выборчей окрузе. Я так прогнозирую, что во всех округах у нас будет конкуренция. Вряд ли мы получим безальтернативные округа. Но тем не менее, особенно будет зримо, когда уже закончится регистрация инициативных групп, то есть после 12 сентября. Ну и когда состоятся съезды различных политических партий, те, которые будут участвовать в выборах, то мы увидим реальное количество претендентов. А дружиняне этой выборчей кампании больше активны в окрастании информационных технологий. В Беларуси будет доступный мобильный додаток с интерактивной картой выборчих округ. Кристина Протасовицкая, Юрий Плинда, Телерадо, компания Брест.